Спасибо, Алексей Ильич. И последний такой вопрос, а может быть даже просьба к вам. Православное телевидение достаточно новое все-таки явление в нашей жизни. И о том, каким оно должно быть, на самом деле идет очень большая такая дискуссия. И мы получаем очень много писем, в которых одни зрители говорят, что спасибо, что вы такие светлые, спокойные, миролюбивые, вы приносите успокоение, дух мира. Другие зрители говорят, что что это за такое беззубое православие, вы должны быть боевые, вы должны вести борьбу, вы должны то-то, то-то. И вот поскольку вы для телеканала «Союз» являетесь авторитетом, то мы хотели бы вот от вас услышать, какими мы должны быть, каким должно быть православное телевидение, что оно должно нести людям. Оно должно нести людям то, ради чего существует церковь. Все ее акции, все его акции, они должны в конечном счете быть направлены к одной цели, к той, ради которой существует церковь. Какой? Дать понимание духовной жизни, помочь людям как-то настроиться на эту духовную жизнь, привести людей, показать, может быть, различные опыты, что ли, и различные страницы из истории, показать, как люди приходили к этой цели. В то же время предупреждать людей и от тех совершенно ложных, прелестных, я бы сказал, вещах, которые все больше появляются в нашем мире, в частности и в православном. Может быть, иногда говорить о каких-то даже книгах, предупреждать людей от этих книг, потому что люди же не знают предупреждать и говорить, почему. Может быть, что-то рекомендовать даже, пропагандировать, хотя слова не очень красивые, но, по крайней мере, говорить о святоотеческой литературе. Может быть, у вас есть люди, которые могут комментировать какую-то литературу, в частности, святоотеческую литературу и других. Мне кажется, это было бы очень хорошо, если бы это было возможно. Цель одна, нет никакой разницы. У телевидения, радио православное, педагог православный, священник православный, у них только одна цель, и к этой цели нужно стремиться с разных сторон. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души, с вниманием, только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом.